всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы решили поехать на экскурсию по пяти эмиратам дубай не входят в эту экскурсию в дубай идет отдельная экскурсия уже вот но это очень интересная экскурсия я всем советую если будете в эмиратах обязательно поехать некоторые кусочки видео я оставлю с оригинальной дорожкой то что нам рассказывал экскурсовод наш это будет очень интересно и также мы посетим индийский океан и это просто супер площади называется эта площадь памятник корану с правой стороны огромная мечеть где мы с вами только что на парковке были прямо по центру информационный центр праве золотым куполом небольшая мэрия прямо по центру зеленая черепица ведь написано шаржи лаберрии это центральная библиотека и с левой стороны театр библиотеки в арабских эмиратах очень интересные особенно в шарже вот честно не в дубае него буддаби такого нет на территории университетского городка там 16 высших учебных заведений очень интересная библиотека где есть даже спальные места потому что по статистике есть дети которые когда вот лежат они лучше учатся разрешается здесь строительство храмов в этом 2011 году открыли собор святого филиппа вот он построен как раз полностью на пожертвования русскоязычной диаспоры нас тут 200 тыс сейчас проживают в эмиратах но все сбрасывались и построили вот такой замечательный храм расписывали бесплатно московские художники поэтому действующая церковь разрешается там все службы проводить пасху светить и так далее там даже лагерь работает такой детский с правой стороны вот туда прям наверх пойдем смотрите как красиво пофотографируемся вот она памятник получается стелла то есть видите это именно содружество 7 ракушек жемчужинкой а вот она шикарная мечеть короля фессела вот наверху и все это красиво фотографируемся и возвращаемся то есть минут 10 нам всегда хватало а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, видите, с современными материалами отделано, но чтобы красиво было Кто у нас живет в Дубае, обязательно поедьте в район Внутри маленькие музейчики, там так красиво, и это в Дубае, это исторический Дубай Поедьте обязательно и походите по этим замечательным улочкам Тенечек, там даже баобабы настоящие растут, прямо возле музея огромные баобабы живые Это тропическое растение, но привезли, поливают удобрения, а рядышком огромная лодка, 30 метров, весельная Вот Дубай, музей Бастакия, обязательно посетите Вот у нас сегодня очень много туристов, которые в Дубае живут, потому что остальным тяжело добираться, да, вот в других Эмиратах А кто живет в Дубае, не посетить Бастакию, ну это просто, ну как это? Конечно, все подешевле, но и достопримечательностей таких нет Видите, еще инфраструктура не завершена, здесь будут парки, скверы, аллеи, все это, видите, в процессе Видите, вот слева повысаживали зеленые красивые газоны, ну не газоны, какие-то, видите, такие маленькие растения И цветет, будет цвести летом акация, вот это вот растение, я не знаю, что это такое, какое-то, посмотрите, даже на хвойное чем-то похоже А вот такие как акация листики, они, культурные акации, они так красиво цветут, вы знаете, такие прям гроздья таких оранжево-красных цветов Вот это растение, это акация, они именно летом цветут, когда здесь 50 градусов жара, очень красиво цветет растение Такие прям гроздья такие, знаете, все красно-оранжевое дерево, ох, как красиво цветет Именно летом, потому что летом 50 градусов, но хоть акация радует своими цветами Потому что идешь, если куда-то под зонтиком, очень тяжело здесь передвигаться Влажность 80-90% и температура на солнце плюс 70, лето в Эмиратор А так показывают нам, туристов, чтобы не пугать, они всегда говорят Ой, температура воздуха плюс 42, ну ощущается как плюс 50, таким мелким шрифтом внизу Ощущается как плюс 50, потому что повышенная влажность нам дает ощущение, что жарче, чем есть на самом деле Потом наши вот азиатские государства, ну там тоже жарко, но не так это ощущается, потому что там сухой климат А здесь влажность, Персидский залив испаряется очень активно Почему он такой соленый? Вот вы пробовали открыть глаза в воде Невозможно, как в Черном море, потому что самое малосоленое море в мире это черное 17 мг на 100 мл соли, а Персидский залив 40 мг на 100 мл Здесь очень соленая вода, поэтому не плаваешь, вот как у нас, если вода попала немножко в вас, ну и ладно, проморгался и все нормально А тут печет прямо, вот прям больно, не хочется вот это заныривать с открытыми глазами, как в Черном море Эту мечеть, проект типовой, дал деньги каждому городу в маленьком городе, в большом стоят такие мечети Это память о первом президенте, вот справа, видите, мечеть шейха Зайда Шейх Зайд бен Султан Аль-Нахаян каждому городу в Эмиратах дал деньги на строительство вот такой мечети Поэтому в Дубае такая стоит, и в Аджмане, и в Рассалхемии, и везде Обсажены деревьями, вот в Дубае дворец правящий себе, там заезжаешь и просто в шоке И вот тут как-то все скромненько, вот он на себе парк такой высадил, видите, ну вот, у Малькувейна, одним словом Видите, справа, вот за этим забором дворец правителя у Малькувейна, видите, ну посмотрите Вот как мы с вами местные дворцы видим, у шейха в принципе такой же То есть тут как-то, ну, все очень скромненько Или в Дубае дворцы, или в Абудабе дворцы, или даже в Шарже, там вот какой там Шарже, дворец за городом А слева это народ, вот ему 11 соток дали, 2 миллиона дырхам на строительство Вот слева обычный, это не владельцы чего-либо, это просто граждане живут Посмотрите, им деньги дают на строительство, 2 миллиона, местная ипотека под 0% годовых Всю жизнь выплачивать, это не подарок, я не хочу сказать, ой, тут шейхи всем по 400 тысяч долларов дарят Ну, это было бы слишком, не дарят, но дают без процентов, или у нас ипотека, да? На подарки страны есть листья козаево, козаево Вот такая, видите, огромная плащаница, в глубокой виде вышитой золотом козу Вот такая, видите, золотовик, ну, это 18 козаево Вот это вот, подарок листья, а вот они, настоящее золото, посмотрите, экшимальный, есть такой, березой, это, посмотрите, иск И с вами нельзя слушать музыку, ну, вот так Посмотрите, посмотрите, это три украшения, соратичные стеки, а это видеодичная белоба Все мальчики, все детские, посмотрите А здесь мы как раз-таки посетили крепость шейха, то есть древнюю крепость Ну, как, не совсем древнюю, да, но все же И это не какая-то бутафория, а это действительно так было раньше То есть это все оригинальная обстановка и тому подобное В общем, мы здесь погуляли, в принципе, особо экскурсовод здесь не рассказывал особо ничего Так особо и нечего, скажем так, рассказывать Все, ну, вот так вот сделано В принципе, нам понравилось, ну, так, ничего такого супер, чтобы посмотреть В принципе, в Эмиратах нет В этом году Эмиратам исполняется 50 лет То есть никакой такой истории, чтобы что-то такое посмотреть Здесь, конечно же, нет Поэтому в плане экскурсии, ну, это больше по современному, скажем так Современным Эмиратам, да Да, и очень интересно, но, конечно же, очень дорого 320 долларов на четверых стоит вот такая экскурсия Но впечатление, конечно, просто неизгладимое О, на этом у меня еще дети спали Угу Такая повыше Это корзинки предмысленные Страшная картина Мост-прищепка, чтобы нырнуть сундук, где хранились и разные вот эти вот ситочка Вот это вот все И вот такая грузила, чтобы нырнуть на 20 метров повыстрее Это вредно для здоровья И вот такая вот сундук, чтобы пазать Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добро Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует... 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 и мы возвращаемся уже обратно по дороге мы будем заезжать на два рынка один из них ну такой как бы сувенирный а второй фруктовый рынок и там немножко погуляли кстати на рынках почему-то даже стоит табличка снимать нельзя и просили тоже не снимать не фотографировать но я чуть-чуть поснимала девочки втихаря поэтому камера у меня немножко трясется это ковры вышитые золотом ручная работа они здесь просто выставлены ну конечно наверное можно купить я если честно даже не приценялась в общем здесь такое все сувенирное все в принципе как и везде то тоже и ковры можно купить в общем принципе все что хочешь что называется вот я конечно же здесь делал несколько покупок а это как раз фруктовый рынок но нас заранее не предупредили к сожалению что здесь можно расплатиться только наличными деньгами они у нас закончились поэтому мы просто к сожалению просто посмотрели и на этом все но на этом рынке можно купить манго можно купить финики свежие и в общем много всего не знаю дороже магазине или нет честно сказать вот но по крайней мере наверное вкуснее это точно но здесь все выходили все покупали вот все мы к сожалению уже не пошли вот так что вот так вот у нас получилось вот ну и едем уже обратно обратно у нас получилось заняла дорога где-то час с небольшим до нашего отеля в общем без остановок уже вот ну немножко там рассказывала в общем я надеюсь что вам понравилось такое видео на сегодня я буду с вами прощаться она была для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч